Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. О главных физкультурно-спортивных мероприятиях августа я сегодня буду беседовать с Сергеем Валентиновичем Четверяковым, заместителем руководителя департамента физической культуры и спорта администрации городского округа Самар. И сегодня мы пригласили в студию Антона Сирота, организатором Самарского легкоатлетического марафона. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну что ж, давайте побеседуем. Так, Сергей Валентинович, какие вы считаете главные мероприятия августа? Да, завершается лето и напоследок, так скажем, у нас остались три очень ярких, красивых события, которые мы очень ждем, и они, безусловно, понравятся нашим жителям и гостям города. Первое событие это будет в ближайшие выходные, 25 августа, Самарский легкоатлетический марафон на Кубу главы города. Это турнир Тюленева 30 сентября на площади имени Куйбышева и завершает, так скажем, летнюю программу спортивных мероприятий. Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу, он будет на второй очереди набережной проходить. Состоится с 28 августа по 1 сентября. Ну, сегодня в нашей программе я предлагаю подробно остановиться на Самарском легкоатлетическом марафоне, и позже в нашу программу присоединится Алексей Ягунов, исполнительный директор Федерации баскетбола Самарской области. Мы как раз поговорим про турнир Тюленева. Но вот давайте поговорим про марафон. Вот главное, наверное, пожалуй, событие, этот марафон, который пройдет 25 августа. Вот скажите, пожалуйста, все уже подготовительные мероприятия завершены? Нет, конечно, мы еще готовимся, но все находится под контролем. Мы готовы к тому, чтобы принимать соревнования такого уровня. А уровень мы уже так по неофициальному... Да, он позиционируется как международный марафон, потому что по количеству участников, вот Антон нам расскажет, сейчас уже несколько стран, уже почти 200 городов России заявилось на соревнования. Поэтому работа, она, конечно, будет продолжаться до самого начала соревнований. Но еще раз повторю, что все наши беговые события, которые мы проводим совместно с Антоном Сирота, они на высоком организационном уровне проходят и отмечается это всеми участниками. Ну, экспертами, конечно, наверняка, да, Антон? Ну, вот не первый год у нас в Самаре проходит легкоатлетический марафон. Скажите, пожалуйста, в этом году будет привнесено в организацию что-то новое, новаторское, я не знаю, эксклюзивное, возможно? Конечно. В этом году марафон у нас называется «Банк открытия», «Самарский марафон о Кубе главы города». «Банк открытия» представляет призовой фонд 1 миллион рублей, который мы распределим среди участников на дистанции 42 километра, 21 километра. Более того, мы возрастные категории также наградим денежными призами на дистанциях 42 и 21. Да, еще и 10 километров тоже будет в призах денежных. Ну, можно ли сказать, что сейчас вообще страна переживает некий такой беговой бум? Какие города считаются у нас лидерами по числу марафонцев? Лидер, естественно, Москва. Да, Москва собирает порядка 12-11 тысяч марафонцев, но это не предел. Я думаю, что в ближайшие годы это количество будет увеличиваться и расти, потому что второй по величине это Санкт-Петербургский международный марафон, который проходит 30 июня, как раз маечка с этого марафона, в этом году там бегали. Далее Казань, Екатеринбург, Уфа, Самара. То есть мы встаем в ряд... А, Томск в этом году. В десятку входят наш город, да? Да, мы в десятку входим. Я думаю, что через пару лет мы займем прочное место в пятерке, потому что все тенденции к этому есть. Мне тоже очень приятно отметить этот факт, что Самара сейчас наряду с большими городами, лидерами бегового движения находится сейчас. И это можно судить по количеству наших участников, по той положительной динамике, по нашим беговым событиям, которые мы организуем, еще раз говорю, совместно с Антоном. Это и космический забег, фестиваль бега «Королева спорта», «Беги мы едины» и вот наше самое главное беговое событие – Самарский лихоатлетический марафон на Кубу главы города. Ну, бросить вызов себе, окунуться в мир спорта, эмоций, достижений. Скажите, пожалуйста, а вот кто все-таки основные участники нашего Самарского марафона? Это жители города, естественно. В первую очередь. В первую очередь жители города. Очень большое количество людей заявилось на дистанцию 3 километра. То есть впервые попробовать себя вот на таких серьезных соревнованиях. Также 10 километров – очень популярная дистанция, 21, ну и, соответственно, 42 – это уже подготовленные спортсмены. И мы ожидаем большое количество элитных спортсменов, так называемых людей, которые, ну, достаточно неплохо, скажем так, бегают, вернее, не то, что неплохо, они выигрывают чемпионат России, выигрывают марафоны крупные, российские, международные. Приедет Олег Григорьев, приедет Елена Седова, которая была победителем полумарафона в Санкт-Петербурге. Олег Григорьев в прошлом году выиграл «Белые ночи». Приедут победители чемпионатов России. Ну, в общем, такая плеяда именитых спортсменов ожидается. Это как раз говорит о том, что наш марафон сейчас набирает авторитет, набирает силу, и участие элитных спортсменов, оно об этом как раз ярко свидетельствует. Ну, и, наверное, здесь девисты, да, известны всем, главное не победа, главное участие, но, мне кажется, здесь в данном случае это как раз победа. Призы серьезные, все-таки такие денежные, мне кажется, вот прям хороший такой стимул. Это именно привлечение людей к здоровому образу жизни, к физической культуре и спорту, к занятиям бегом и получить вот этот вот, понятное дело, что победят не все, получить вот этот заряд, побыть в атмосфере… В положительных эмоций, конечно. Да, в этой атмосфере просто побыть, это, ну, на самом деле, дорогого стоит. Я сам участвую во всех этих беговых событиях и вижу просто настроение людей, как это замечательно, когда спорт, когда здоровый образ жизни в глазах вот этих вот людей, которые объединены общим пониманием жизни. Скажите, пожалуйста, много ли заявок уже подано в этом году, ну и, конечно, кто был лучшим в том году, есть ли какие-то рекорды трассы? Ну, более трех с половиной тысяч участников уже заявили, соответственно, на вере. Сразу максимум какой-нибудь. Да, мы перешли рекорд прошлого года, в прошлом году было порядка трех тысяч, в этом уже три с половиной. Уже, еще и неделя впереди. Да, и я думаю, что цель, которую мы себе поставили, достигнуть отметки пять тысяч участников, я думаю, что мы это сможем. Шестьсот детей, шестьсот детей выйдет на дистанции в возрасте до десяти лет, там, четыре возрастные категории. В прошлом году марафон выиграл спортсмен из Воронежа Петров, Попов, Попов Сергей, соответственно, а первой на дистанции 42 километра в женщинах была Выговская Гульнара из Тольятти. Кто они? Они действующие спортсмены, которые бегают, да, это спортсмены, которые тренируются, члены сборной России, соответственно, и они, я думаю, что в этом году тоже попробуют силой свои на нашем мероприятии, чтобы победить. Ну вот скажите, пожалуйста, этот марафон самарский, как вы сказали, позиционируется международным, он все-таки позиционируется как любительский или все-таки для профессионалов? Но ведь обидно, когда наряду с тобой бежит такой именитый спортсмен, ну, естественно, он победит. Ну, а как же вот любителям? Либо какие-то номинации учреждены для них? Нет, соревнования, как мы уже сейчас проговорили, они носят главная цель его, это популяризация, это привлечение к таким спортивным событиям. Но для элиты, это, безусловно, значимый старт, потому что солидный призовой фонд, трасса у нас имеет международный сертификат, поэтому она в полном ряду, в соответствии с правилами соревнований проводится. Я могу добавить, знаете, да, последний токийский марафон выиграл любитель, который преподавателем в школе работает, то есть он наряду с элитными спортсменами встал в ряды марафонцев и победил. Поэтому мы можем, скажем, только гадать, кто станет победителем здесь, поэтому здесь у нас четкий хронометраж, и по чипу мы посмотрим, кто будет первый на дистанции 42, 21 и 10. Поэтому каждый имеет шанс выиграть главные тренировки. Давайте какие-то организаторские вещи озвучим, они очень интересны, вот как он проходит, с чего он начинается, какая продолжительность, какие условия участия, что нужно сделать или не нужно сделать для того, чтобы продлить дистанцию или выбыть. Вот давайте вот такие вещи озвучить. Проделать марафон с дивана, то есть нужно к нему готовиться, как минимум год. Если вы решили пробежать на этом марафоне, нужно заявиться на дистанцию 3, ну максимум 10 километров. 23-24 числа будет большой экспо, так называемый экспо-марафон, на котором будут выдаваться номера, будут выдаваться подарки от партнеров, спонсоров, будет большая ярмарка, выставка, где можно познакомиться с достижениями передовой индустрии, соответственно, беговой. То есть подготовить себя морально. Да, можно что-то купить, новых кроссовок, марафон, конечно, не надо бежать, но 3 километра можно. Посмотреть, что вообще происходит в мире беговой индустрии, то есть все спортивные достижения будут представлены на нашем экспо. И различные крупные компании привезут свои стенды, чтобы показать нашим жителям, как... Кобинки, достижения какие-то, да, спортиндустрии. Совершенно верно. Далее, 25-го числа, 8.30, старт марафона, то есть 7 часов открывается. Перекрывается движение, мы перекрываем... Город. Ну, не весь город, а центральная его часть. Да, какие улицы будут перекрыть, пожалуйста. Да, марафон проходит по знаковым местам в центре города, и так проходят все международные марафоны. Они и в Нью-Йорке, и в Берлине, и в Лондоне проходят по центральным улицам с тем, чтобы... Ну, видели достопримечательности участники, потому что гостей у нас тоже очень много. А нам есть что показать, это у нас будет проходить и мимо площади Куйбышева, драматического театра, мимо... Улицы Ленинградская, Молгогвардейский, Коричный вокзал, в общем, все. Сергей Валентинович, так нужно бежать к цели, а не по сторонам взевать. Ну, во время, когда вы бежите 2-3 часа, у вас есть время для того, чтобы еще и посмотреть по сторонам. Ну, то есть, будет возможность как-то отдохнуть? Ну, отдохнуть после мероприятия, да. То есть, непрерывный бег? Да, непрерывный бег, у нас будут пункты питания на дистанции. Так мы перекрываем с 6 утра, да, по-моему? Да. С 6 утра будет перекрыта улица в границах Максима Горького, Волжский проспект, Молгогвардейская, Чпайцкая. Стартовый городок начинает работать. Стартовый городок начинает работать с 7 утра, 8.30, первый старт, соответственно... 8.10, торжественное открытие. 8.10, торжественное открытие. Ну, вот, наверное, да, остается призвать участников-любителей грамотно рассчитывать свои силы и, наверное, не рваться за рекордами в ущерб своему здоровью. Но вот, тем не менее, если нас сейчас смотрят, осталась неделя. Те, кто заявился уже участник, вот какие-то ценные рекомендации, может быть, вы бы дали спортсменам-любителям, ну, возможно, даже профессионалам. Не, ну, во-первых, у нас уже меньше недели. Меньше недели, да. Ценные рекомендации. Если вы бежите в марафон, то важно сейчас уже прекратить практически все тренировки. Такие масштабные. И готовиться к марафону отдыхать, питаться, кушать больше углеводов длинных, макароны и так далее. Готовиться в организм. Если это дистанция 3-10 километров, ну, тут тоже, опять же, человек должен выйти отдохнувшим на старт. Ни в коем случае перед стартом не надо какие-то... Нужно выспаться, наверное, обязательно. Нужно обязательно выспаться, но только накануне, с пятницы на субботу. Не с субботной воскресенье, потому что все-таки мандраж, он не позволит с субботной воскресенье получить хороший сон. Далее прийти вовремя, заранее, получить стартовые пакеты спокойно. Примерить маечку, которую мы будем, соответственно, выдавать всем участникам. Очень красивая майка в этом году. Далее собрать своих знакомых друзей, чтобы они пришли, поболели на дистанции. Потому что, допустим, вот Сергей Валентинович сказал, в Нью-Йорке 3 миллиона человек выходят на улицы болеть. Просто болеют за участниками. Они не бегут. Поддержка вот так же не уходима. Да, конечно, да. Если вы не можете бежать, придите, просто поддержите своих горожан, участников. Посмотрите, как это происходит. Я уверен, что в следующем году часть из этих людей, которые болеют, они встанут... Они переместятся на площадку, да? Конечно. Именно поэтому еще и одна составляющая перекрытия улиц города, чтобы люди увидели, как другие бегут и присоединились к этому событию. Вот. Ну и в хорошем настроении с утра, не, как говорится, забывая о своем здоровье, не форсируя какие-то там события. Нужно пробежать в удовольствие. Ну а чемпионы, элитные спортсмены, они готовятся к этому, чтобы выиграть. Поэтому пожелаем им удачи. Да. Я тоже присоединяюсь к вашим словам. Мы сейчас, я предлагаю прерывать наш разговор и потом уже продолжить о так же значимом событии турнира Тюленева. Спасибо. Мы с вами прощаемся. Спасибо большое. Антон, удачи. Спасибо большое. Ну и давайте посмотрим небольшой сюжет на тему как раз ликоатлетического марафона. Внимание на экран. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Каждый год, ну, не то чтобы прирост, да, но любителей баскетбола становится больше. Мы их видим и на трибунах нашей любимой команды баскетбольного клуба «Самара». И мы видим, как много мальчишек, девчонок просто берут мяч в руки, чтобы провести свой летний досуг в каникулы и побросать мяч на тех же площадках на площади Куйбышева. Именно поэтому мы в этом году приняли решение на площади Куйбышева, кроме футбольного поля, установить еще две площадки для уличного баскетбола. Действительно, они пользуются огромной популярностью. И несмотря на то, что один раз нам пришлось чинить щит, тем не менее, это оказалось очень востребованным. И, безусловно, мы постараемся ежегодно такую возможность для занятий баскетболом предоставлять нашим жителям. Но это еще и видно во дворах Самары, на детских площадках. Я вот стала замечать особенно, очень много устанавливается именно в баскетбольных колец. Баскетбол – это самая лучшая игра с мячом. Кто так говорил? Все так говорят. Но кроме этих площадок, конечно, силами Федерации баскетбола и наших партнеров многочисленных появилась уже возможность строить новые площадки. То есть можно прям загибать пальцы, их на одной руке пока хватит, но надеюсь, что на следующий год уже на двух руках не хватит. Парк Гагарина уже готов принимать полностью бесплатно всех любителей баскетбола. На днях мы вместе с фондом Андрея Кириленко, Кириленко детям, открываем в Воронежских озерах площадку, доделываем с помощью наших партнеров в парке Дружба площадку. Вместе с Самарской набережной поставили кольца под Струковским парком. Так что играй не хочу. Да, и любителям баскетбола взять, конечно, вот эти площадки на заметку и обязательно туда приходить. Ну вот давайте поговорим о турнире Юрия Павловича Тюленева. Немного истории. Расскажите вообще об этом человеке, кому он посвящен и как появился в Самаре. Ну, я скажу. Турнир проходит уже в десятый раз. Так незаметно мы начинали в 2010 году. Турнир был инициирован Дмитриевичем Азаровым. И вот в этом году уже первый юбилей десятилетний. Турнир разросся сейчас до таких масштабов, что я думаю, что уже скоро площадь Куйбышева у нас не хватит для того, чтобы разместить всех желающих. Но больше о программе, наверное, Алексей сейчас расскажет. Я бы хотела попросить вас об этом человеке несколько слов сказать, почему ему посвящен этот турнир. Ну, давайте вспомним, и многие любители баскетбола это знают, что Юрий Павлович Тюленев вообще фронтовик. Он прошел всю войну, он был ранен, он восстановился. И восстановился, скажем так, для того, чтобы сделать нашу страну, наш город тогда Куйбышев более спортивным. Он любит баскетбол, любил баскетбол и привил эту любовь многим спортсменам, которые стали и заслуженными мастерами спорта Советского Союза, и чемпионами Европы, чемпионами мира. Это первый тренер Дмитрий Игоревич Азарова. То есть сам нашему губернатору привил любовь к баскетболу именно его первый тренер. Поэтому наш турнир носит его имя, и по праву это имя является знаковым в нашем городе. Установлена несколько лет назад мемориальная доска на доме, где он проживал. И есть добрая традиция, перед началом турнира всегда выезжает наша официальная делегация, ветераны куйбышевского строителя, губернатор, представители федерации. Возлагают цветы, встречаются с его супругой, общаются, вспоминают. Ну и, конечно, это еще один повод встретиться всем ветеранам куйбышевского баскетбола. А им, пользуясь случаем, хочется пожелать доброго здоровья. Ну, все-таки, что из себя представляет этот турнир? Самаро Апан сегодня, и вот мы в начале программы говорили о Самарском лекатлетическом марафоне, что его вот называют международным. Здесь, кто принимает участие, можно тоже пристроить так вот статус международного? У нас статус турнира открытый. Открытый. Открытый турнир по баскетболу 3 на 3. Он не меняет свой статус уже на протяжении 10 лет, и менять не будет. Не будет. Но принимают участие в нем все желающие. На данный момент мы получили заявки от шести топовых команд Европы. Начнем со столицы Российской Федерации. Команда Иннанома город Москва является второй командой в стране по баскетболу 3 на 3. Второй командой в стране. К нам едет сборная Латвии, сборная Эстонии, сборная Польши, сборная Казахстана и сборная Литвы. Вот такой у нас будет турнир. Это люди, которые узнали про наши мероприятия, про наш турнир из социальных сетей, из рекламы, которую мы им рассылали в разные федерации разных стран. И они откликнулись принять в нем участие. Это ведущие баскетбольные страны, что хочется отметить. Это просто турнир, просто участие. Либо будут какие-то призы, награждения. Может быть, что-то даст в дальнейшем командам участие в этом турнире. Ну, начнем с того, что есть и денежные призы, которые обязательно получат победители. Там общий призовой фонд миллион рублей. Но самое важное, что это шанс для самарских команд. У нас нет официальной команды от Самарской области по баскетболу 3 на 3. Их много. Их много. Это любители. Они участвуют в разных соревнованиях, в разных чемпионатах. Но Федерация баскетбола приняла такое решение. Какая из команд самарских именно проявит себя на этом турнире, даст бой гостям. Наверное, на основе этой команды мы в будущем году будем создавать сборную Самарской области по баскетболу 3 на 3. Которая уже официально от Федерации баскетбола будет выезжать на разные турниры. Российские, международные. Всех уровней будем пытаться представлять наш регион в мире силами ребят. Ну хорошо, а в таком случае как будет вставляться турнирная таблица? Мне вот очень любопытно, кто с кем будет соревноваться. И как вообще будет проходить борьба? Ну это прям тонкость. Это задача судейской коллегии. Но я имею в виду, что профессионалы с начинающими сталкиваться не будут. Смотрите, есть разные категории. Есть категория элит, есть категория мужчины 18+, женщины, ветераны, дети разных возрастов. То есть категорий много. Конечно, команды по этим категориям равномерно будут распределены. Самые сильные команды, которые будут представлены, они попадают в категорию элит. Любители, они будут сражаться, если им позволяет возраст, либо в категории ветераны, либо в категории мужчины, женщины разных возрастов. Они встретятся. Это по большому счету одна большая дружная баскетбольная семья. Они все знают, с кем они будут сражаться, с кем будут биться за главные призы, кто займет первое место, второе, третье. Пока не знают. Но я думаю, что от 30-го вечером все имена победителей будут уже известны. Ну, мне как дилетанту вы рассказали все очень понятно и доступно. А я знаю, понимаю, что такое баскетбол. А вот стритбол, это одно и то же? Либо вот... Нет, расскажите об этом. Сергей Викторович, пожалуйста. Ну, в классическом варианте баскетбол, это игра на спортивной площадке на два кольца, 5 на 5. Стритбол, это... Зародился он, наверное, где-то в Америке, да? Да, дело все в том, что стритбол, это игра в одно кольцо, где играют 3 на 3. Это сокращенный вариант, но стритбола, как такового, не существует уже как года три. Назад приняли решение сделать баскетбол 3 на 3 официальным олимпийским видом спорта. Теперь это называется баскетбол 3 на 3. И он, конечно, гораздо динамичнее, он гораздо жестче, он гораздо быстрее, он стремительнее, чем простой баскетбол. Меньше времени на атаку, меньше времени на принятие решений, максимальное количество очков надо забить за минимальное время. Все очень стремительно происходит в этой игре, и поэтому она стала даже чуть жестче, чем баскетбол. То есть, если раньше стритбол это была разновидность такая, упрощенная баскетбола, игра на одно кольцо, то теперь это самостоятельный вид спорта, как Алексей сказал, со своими правилами, более динамичными, более там, ну, со своими нюансами какими-то. Хорошо. Вы сказали, что приезжает в наш город топовые известные команды, но у меня к вам вопрос, Алексей. А как вы оцениваете силы и возможности команды наших самарских? Это очень сильные ребята. Это показывает уже те турниры, которые мы провели здесь и в наших парках на всех открытых площадках. Это ночная лига 3 на 3 была, это новые модные веяния, где наши спортсмены показывают очень высокий уровень. Открою даже такую тайну подготовки команд. Ребята готовятся уже полтора месяца. То есть они... Это много-мало. Это очень приличный срок для подготовки к конкретному турниру. То есть это будет рывок, понимаете? В один день команде предстоит сыграть 5 матчей. Ну, если они планируют дойти до финала, это 5 матчей в один день. Какая нагрузка колоссальная. Нагрузка колоссальная. Поэтому сейчас у них там разработан свой секретный план завоевания призовых мест. И мы будем всячески поддерживать. Все, что они у нас просят, мы им даем. Возможность тренироваться на площади Куйбышева, пожалуйста. Пожалуйста, попросили мячи именно те, которыми будем играть турнир. Пожалуйста, все тонкости. То есть поддерживайте максимально. Ну, конечно, мы бы хотели, чтобы и призовой фонд, и все золотые медали в Самаре, чтобы нашим ребятам досталось все. Ну и, конечно, кроме того, что это будет большая спортивная часть, это будет огромная развлекательная программа. Да, вот как раз интерактивные площадки будут ли работать, традиционно ли будет потом концерт. Да, концерт это нетрадиционно, это первый раз. Это первый раз в честь юбилея. Это у нас большим размахом. В честь юбилея. Давайте начнем с самого начала, все начнется в 10 утра, начнется спортивная часть. 30 августа. 30 августа в 10 утра на площади Куйбышева. В 12.00 состоится торжественная церемония открытия. Это будет яркая презентация абсолютно новой улицы в нашем городе. Она будет существовать, к сожалению, всего один день. Улица Баскетбурга. Улица Баскетбольная. Да, она будет расположена по центру площади Куйбышева. Ну, позиционируется уже интересно. Да, и на один день это станет большой улицей, где состоится большой баскетбольный праздник. Большая церемония открытия, которую завершат наши гости из Перми, шоу летающих баскетболистов. Это люди, которые устраивают настоящую феерию около кольца, под кольцом, мяч в их руках. Это просто что-то волшебное. Он и крутится, и верстится, и залетает. Ну, это летающие баскетболисты. Рассказывать нельзя. Надо идти смотреть. Потом состоится непосредственно вся спортивная часть, которую откроет матч звезд, где будут принимать участие и приглашенные гости, и олимпийские чемпионы, и губернатор Самарской области будет играть. И президент Федерации баскетбола Владимир Евгеньевич Аветисян тоже будет играть. Представители баскетбольного клуба Самара, общественники, шоумены, бизнесмены. Кузьма Сопрыкин приедет, который сыграл Ивана Ивановича Гедешко в фильме «Движение вверх» и тоже будет играть в баскетбол. Это будет на матче открытия. Потом вся спортивная часть, и в финале большой концерт, две приезжие группы нас посетят, молодежная группа «Хлеб» и одиозный товарищ такой, но из МС, который тоже приедет поддержать самарский баскетбол уже на сцене площади Куйбыша. Ну, насыщенная, конечно, программа. Вот, может быть, пару слов добавите еще, и наше время подходит к концу. Ну, да, действительно, в этом году, 30 августа, наших жителей и гостей ждет что-то очень яркое, невероятное, сопоставимое, наверное, даже с каким-нибудь днем города. Поэтому мы всех ждем на наших спортивных мероприятиях. Будет интересно, будет ярко. Приходите. Обязательно это нужно увидеть. Это нужно обязательно увидеть. Ну что же, благодарю вас. Огромное спасибо за такую интересную, яркую, позитивную беседу. Хочется пожелать удачи. Ну и, конечно, наверное, вы со мной обязательно согласитесь с хорошей погодой, чтобы это мероприятие состоялось. Небесной канцелярией нужно шепнуть. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова